Военное обозрение и ехидные комментарии Холокост позади, день победы впереди Вчера, 6.26 ехидные комментарии Холокост позади, день победы впереди То, как был проведен в этом году день памяти жертв Освенцима, не может не вызвать негодование Именно негодование, а не недоумение Как-то вообще странно все было организовано Приглашало высокопоставленных гостей не правительство Польши А приглашала администрация мемориала Аушвиц, Беркенау И приглашала как-то странно Конечно, как не позвать президента Германии Это вообще не комментируется Ибо исторические заслуги немцев на этом поприще неоценимы Однако нельзя не заметить, что Германия Одна из немногих европейских стран Где сама идея переписывания истории кажется абсурдом И там назначен самый значительный тюремный срок за все Что связано с фашизмом И в отличие от поляков Немцы прекрасно помнят, кто освобождал Освенцим и многие города Европы Украина Замечу, что господина Порошенко лично приглашал господин Коморовский Вот тут вступают в действия двойные стандарты Действительно, как без представителя страны Чьи достойные представители стояли на вышках в лагерях смерти по всей Европе И отметились в других, не менее значительных и благородных действиях Ибо господин Порошенко – представитель именно той Украины А представители какой-то другой Украины, точнее, Украинской ССР Находились по другую сторону фронта и освобождали объекты, которые охраняли те украинцы Президент Украины Петр Порошенко в Польше на церемонии, посвященной 70-летию освобождения Освенцима Президент Украины Петр Порошенко, справа, в Польше на церемонии, посвященной 70-летию освобождения Освенцима Франция Не могу не вспомнить высказывания покойного господина Кейтеля, что «и эти нас побеждали». Ну, да бог с ними всеми. Тут вопрос в другом, кого не пригласили. Ваот. Впоследствии польская сторона объяснила, что приглашения для участия в церемонии направлялись от имени Государственного музея Аушвиц, Беркинау и Международного совета Освинцима, а не от правительства страны. При этом персональных приглашений не рассылалось. Действительно, зачем бумагу тратить? Кто захочет сам приехать, приедет. Кого надо пригласить, тому президент Польши позвонит и сам позовет. В общем, день памяти жертв Освинцима прошел. Странно так, в условиях непрекращающихся попыток исказить историю. Переписать, а еще лучше, вообще забыть роль русского народа и Красной Армии в событиях тех лет. В попытках хоть в мелочах, но унизить русский народ. Фигляров в Европе хоть отбавляй. Но пока еще живы бывшие узники лагерей смерти. Они будут говорить во весь голос, что освобождали их русские солдаты и офицеры. Их память – это тоже наше достояние. Но что будет, когда не станет этих людей? Отдельный вопрос. Президент Польши Бронислав Каморовский у Стены и Смерти, установленный между 10 и 11 блоками в концентрационном лагере Аушвиц, Беркину в Освинциме. В общем, странные впечатления от отмечания дня памяти жертв Освинцима не только у меня. Но и у тех, кто там присутствовал. Одно радует. Хорошо, что хоть старшего лейтенанта Красной Армии Ивана Мартынушкина, человека, первым вошедшего на территорию лагеря, не забыли пригласить. Хоть за это спасибо. А мы на День Победы пригласим всех. И посмотрим, кто не приедет.